Зачастую нам не так интересно слушать о том, как ученым удалось объяснить ту или иную находку, объект или артефакт. Ведь это работа ученых — открывать что-то новое, не так ли? Гораздо интереснее, когда исследователи не могут объяснить природу, суть или предназначение того или иного артефакта. К счастью, в настоящее время на Земле существует много таких необъясненных и неразгаданных находок, которыми мы сегодня поделимся с вами. С вами канал ТОПХАЙП и в этом выпуске мы расскажем вам о 10 невероятных находках, которые до сих пор не может объяснить наука. Форты в Шотландии. В древности и средневековье на Земле было построено немало фортов, фортификационных укреплений, крепостей и так далее. Однако форты, расположенные в Шотландии, привлекают внимание некоторых ученых больше остальных. С первого взгляда даже сложно сказать, в чем их особенности загадка. Однако, если присматриваться поближе, можно увидеть, что роль скрепляющего раствора между закладками камней выполняет расплавленное стекло. Некоторые участники стен шотландских фортов, которые были воздвигнуты в период между восьмым и четвертым веками до нашей эры, состояли из странного темного стеклоподобного вещества. Оно содержало в себе пузырьки воздуха и капли расплавленной породы. Так или иначе, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, как именно создавались такие форты. Согласно одной из версий, каменные стены когда-то оказались под воздействием очень высоких температур, что и привело к возникновению интересных слоев из стекла. Даже несмотря на то, что первая каменная стена была обнаружена еще несколько веков назад, ученые до сих пор не могут дать ответы на все возникающие у них и обывателей вопросы. Ктулху. А следующий артефакт сразу же узнают все, кто хотя бы немного знаком с творчеством писателя Говарда Лавкрафта. Это каменная плита с изображением головы Ктулху, божество и чудовище, которому поклонялись адепты жесткого культа. В рассказе Лавкрафта «Зов Ктулху», написанного в 1928 году, украшенная головой Ктулху и странными символами, плита была случайно найдена в США. Она привлекает внимание и интерес ученых, поскольку точная датировка изготовления плиты неизвестна. Неясно, была ли она создана до или после 1928 года. Если она была изготовлена до 1928 года, то есть два варианта. Либо кто-то буквально предвидел будущее и вырезал из камня вымышленного персонажа, которого на тот момент еще не существовало, либо это сделал сам Лавкрафт. Впрочем, не исключено, что писатель когда-то увидел эту плиту и вдохновился на создание образа морского чудовища. Также нельзя исключать и тот факт, что плита могла быть вырезана уже после публикации рассказа, а ее автором мог быть один из поклонников Лавкрафта. Артефакты из обсидиана. Обсидиан, или вулканическое стекло, это один из видов магматических горных пород, которые отличаются особой хрупкостью. Как вы понимаете, создать даже самые примитивные артефакты из обсидиана – задача не самая легкая. Что уже говорить о филигранных артефактах древних индейцев, которые в настоящее время хранятся в Мексиканском музее? Выделим два самых интересных артефакта. Первый – это древний диск, а точнее несколько дисков из вулканического стекла. Среди прочих дисков они выделяются очень ровной и относительно гладкой поверхностью. Несмотря на то, что у некоторых дисков есть сколы и царапины, выглядят они почти как новые. Ученые затрудняются ответить, как древним индейцам удалось создать столь изысканное творение, используя хрупкое вулканическое стекло, которое с трудом поддается обработке. Второй артефакт – чаша с барельефом обезьяны. Она представляет собой сосуд из обсидиана, который был идеально выточен и отполирован древними аборигенами. Как и в случае с дисками, возникает вопрос – как в древнем мире люди умудрились изготовить столь идеальный сосуд? Да еще и вырезать из него обезьяну, сохранив все пропорции и черты. Точного ответа пока что нет. Артефакт с Аляски Под артефактом с Аляски подразумевается разбитое кольцо, прикрепленное к прямоугольной бронзовой пряжке, к которой были привязаны останки кожаного ремешка. Артефакт был обнаружен на мысе Эспенберг на Аляске в 2011 году. По радиоуглеродному анализу ученые определили, что кожаный ремешок был изготовлен примерно в 7 веке нашей эры. Возраст же самого кольца с пряжкой неизвестен, но, по всей видимости, основной объект был сделан примерно в то же время. Именно это ставит ученых в тупик, ведь в те времена бронза на Аляске не изготавливалась. Это свидетельствует о том, что материал был завезен на Аляску извне. Ученые полагают, что артефакт мог попасть на Аляску из Китая, однако в указанный выше период такие контакты отсутствовали, по крайней мере, по общепризнанной версии. Так или иначе, этот объект, происхождение которого тяжело поддается объяснению, может служить свидетельством существования некоего торгового пути между Азией и Аляской в средневековье. Пещеры Лунью Пещеры Лунью – это невероятный шедевр. Группа искусственных пещер, которые расположены на востоке Китая в одноименном уезде Лунью городского округа Чючжоу, провинции Джэнзян. Эти пещеры поражают своими масштабами, а также фактом, что они были вырезаны полностью вручную. Причем, по подсчетам исследователей, вырезали их около 2-3 тысяч лет назад, когда древние китайцы не обладали никаким развитым инструментарием и инженерными техниками, которые позволили бы им создать столь невероятное творение. Площадь пещер составляет более 30 тысяч квадратных метров, а сами они очень просторные. Стоит отдельно отметить не только масштабную, феноменально-филигранную работу китайских мастеров. Стены и потолки пещер Лунью выполнены идеально во всех смыслах. Все эти факторы ставят ученых в тупик. Во-первых, как уже отмечалось, они не понимают, как китайцы смогли создать этот искусственный комплекс 2-3 тысячи лет назад. Ведь, скорее всего, это будет очень трудно сделать даже в настоящее время. Во-вторых, по оценкам исследователей, у рабочих не было нормального освещения, и они были вынуждены работать практически при полной темноте, что тоже вызывает вопросы. Наконец, неизвестно, кто именно построил пещеру Лунью. То есть, строители не оставили о себе никаких сведений, помимо высеченных на камнях рисунков. Амазонский коралловый риф Несколько лет назад дайверы обнаружили в устье Амазонки странную находку. Под слоем цветной и мутной воды, в месте, где пресная речная вода сталкивается с соленой океанической водой, они наткнулись на очень большой пестрый коралловый риф с огромным разнообразием флоры и фауны. Эта находка стала сюрпризом для ученых, которые ранее всегда считали, что условия для жизни в местах, где соленая и пресная вода встречаются с друг другом, слишком суровые и непригодные для жизни. Новая находка опровергла эту гипотезу. Несмотря на то, что ученые тщательно занимаются вопросами изучения столь странной экосистемы, они все еще не могут понять, как именно она была образована и какие-то их секреты. Поэтому загадка Амазонского кораллового рифа, вероятно, будет раскрыта нескоро. Серапеум в Сакаре Серапеум в Сакаре расположен к северо-западу от пирамиды Джессера, в сирении Сакара, что недалеко от Мемфиса, древнеегипетского города, располагавшегося на рубеже Верхнего и Нижнего Египта. Серапеум был местом захоронения священных быков Аписа, которые являлись воплощениями древнеегипетского божества Птаха. Серапеум был обнаружен 1 ноября 1850 года французским египтологом Югюстом Мариеттом. Тем не менее, нет его заметки о раскопках, что существенно осложнило возможность установления датировки создания этого некрополя. Так или иначе, в Серапеуме в Сакаре находится более 25 саркофагов из асуанского гранита, диорита, а также базальта весом от 70 до 100 тонн каждый. Это само по себе невероятно, но поражает также и точность выполнения саркофагов. Они были высечены из горных пород с филигранной точностью. Также каждый саркофаг выполнен в индивидуальной и неповторимой манере. Наконец, стоит отметить, что все саркофаги были тщательно отполированы, ввиду чего сейчас они такие же гладкие, как стекло. Несомненно, эти саркофаги, как и сам некрополь, создавались еще в Древнем Египте. Однако исследователи не могут понять, какие именно техники египтяне использовали при их конструировании. Ввиду этого, некоторые теоретики полагают, что Серапеум в Сакаре, наряду с египетскими пирамидами, являются очередным доказательством забытых технологий древней высокоразвитой цивилизации. Мумифицированная рука. В 2016 году археологи обнаружили в перуанской пустыне мумифицированную руку с тремя 20-сантиметровыми пальцами. Позже ученым удалось обнаружить череп продолговатой формы, который отличался от формы обычного человеческого черепа. Впоследствии исследователи принялись изучать необычную конечность, используя мощный рентген. Они пришли к выводу, что в каждом пальце этой необычной руки было шесть костей, в то время как обычная человеческая рука имеет три кости. Исследователи, которые изучали руку, заявили, что эта конечность могла принадлежать какой-то неизвестной форме жизни, что частично подтверждается найденным вместе с ней черепом необычной формы. Так или иначе, неизвестно, кому именно принадлежали эти странные останки. Может быть, это была рука пришельца? А может, все это не более чем фейк? Кто знает. Геоглифы Наски. На южном побережье Перу расположено очень интересное плато, которое уже на протяжении многих лет привлекает внимание многих ученых и теоретиков. Речь идет о плато Наска, на котором начерчены гигантские геоглифы, орнаменты и узоры с изображениями животных и человекоподобных существ. Длина каждого из таких геоглифов в среднем составляет 50 метров, а глубина около 20 сантиметров. Они настолько огромные, что в полную величину их можно увидеть лишь с высоты птичьего полета. Рисунки представлены изображениями обезьяны, паука, птицы, а также человека, который, как полагают конспирологи, мог быть древним астронавтом. Ученые полагают, что все рисунки были выполнены до 12 века нашей эры, а их авторами были представители доколумбовой цивилизации Наска. Но как им удалось создать стульмасштабные творения? А главное, зачем это было сделано? Единого мнения нет. Исследователи склоняются к тому, что люди Наска чертили геоглифы для того, чтобы общаться с божествами. Теоретики и конспирологи же с ними не согласны уверены, что геоглифы Наски служили ориентирами или посадочными полосами для инопланетных летательных аппаратов. Геоглифы Пальпа Оказывается, необычные и загадочные геоглифы можно найти не только на плато Наска, но и на соседнем плато Пальпа, которое расположено от него в 20-30 километрах. Так же, как и на Наске, здесь находится большое число как геометрических, так и антропоморфных геоглифов, большинство из которых расположены на плоских вершинах искусственно срезанных невысоких холмов. Первые эти рисунки получили широкую известность в 90-х годах прошлого века. Примечательно, что несмотря на то, что Пальпа уступает Наске по площади, здесь находится куда больше интересных изображений, в частности, около десятка рисунков человекоподобных существ. Также здесь можно найти комплекс изображений под названием «Звезда» и необычный рисунок двойной спирали. Как и в случае с Наской, точно неизвестно, чем именно для древних аборигенов служили такие изображения и зачем они их чертили. Кто-то считает, что геоглифы Пальпа представляют собой астрономический календарь, а кто-то считает, что они также были ориентирами для посадочной полосы космических кораблей инопланетян. Как и обычно, истина находится где-то посередине. Ну а в комменты напишите, как вы думаете, какая из этих находок фейк? А также, если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр!